В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП. Если бы вы прочитали, что это совокупность действий, которое проводится над продуктом непосредственно, что именно в процессе разработки и результатом получается, это готовность продукта к выпуску. В самом QC заложено, что это контроль качества. Можно просто сказать, что такое QC, а в DZ было именно QC написано. Можно было поставить тюре, можно было написать, что это контроль качества. На этом же ограничиться, сказав своими словами. Все, этого достаточно. Можно было дописать, что вы тем самым пытаетесь соответствовать заявленному уровню качества. То есть то, что было в ТЗ прописано, определили на этапе тестирования требований, на этапе проектирования, на этапе, вернее, проектирования, анализа требований. Помните фазы? Только что с вами разбирали. И вот на одной из фазы процесса разработки программного обеспечения как раз заявлены те требования, чтобы они соответствовали зафиксированным требованиям, они должны соответствовать определенному уровню качества продукта. Верификация, вспоминайте, что это такое. Это некий чек-лист, это как у нас выполняется, как в этом процессе. Мы оцениваем систему, удовлетворяет ли она всем нашим оценкам. То есть мы проверили, удовлетворило, поставили чек-лист. Если, ну совсем своими словами, вот у нас разрабатывается какой-то продукт программный, он разбит на модуле, мы выполняем модульное тестирование. И проверяя определенный модуль, мы пришли к тому, что его функционал не соответствует первоначальному условию по техзаданию. Ну, скажем, программа, когда мы ее проверили на выполнение нагрузочного тестирования, она в отбивку нам присылает информацию о том, что у нее время респонза сервера, мы послали ему реквест в качестве 300 миллисекунд, было установлено его время ответа, программа отработала за 380. Превышение уже порога времени ответа сервера говорит о том, что верификация не пройдена на данном этапе. И в связи с этим идет отклонение от заявленных требований. Значит, это баг, занесение в баг-трекинговую систему с правильным описанием, с правильным обозначением, в какой системе мы выполняли это, что мы тестировали. ОР, ФР указать, то есть ожидаемый и фактический результат. Именно это и будет верификация внутри процесса. Процесса. Это процесс оценки системы. Мы систему оцениваем в целом. Чека именно. Чеклист, чек, то есть галочку поставили, все верно. А валидация – это определение, соответственно, разрабатываемое по ожиданиям и потребностям пользователя. Здесь идет ориентированность исключительно на пользователя, то есть в данном случае на заказчика. Первый, самый главный – это заказчик. Он принимает у нас работу. Он является тем самым первым пользователем, который будет тестировать наше ПО, которое мы выпустили, то есть наша команда. И если его не будут удовлетворять. И, кстати говоря, здесь таблица принятия решений очень сильно нам будет помогать. Эта техника тест-дизайна – одна из техник. Все фиксируется, все логируется, все наши действия коммитятся у тех же самых разработчиков, если мы говорим о системе ГИД управления контролем версии. И на каждом этапе внесения изменений идет запись наших действий. Естественно, любое изменение, которое вносится в систему, оно так или иначе доносится до заказчика. То есть до этого самого первого пользователя и пользователь, этот самый первый, он, естественно, в курсе всех происходящих изменений. Иногда они подключены к системе, к той же самой, имеют доступ к тестированию. Бывает такое, да, что и заказчик имеет. Но чаще всего они имеют доступ к бета-тестированию, к закрытому бета-тестированию. Альфа-тестирование делают непосредственно сами разработчики. Тестировщики участвуют в альфа-тестировании бета, уже может быть применена фокус-группа в виде определенных пользователей. В эти число пользователей может как раз ходить представитель заказчика, owner, так называемый, либо сам заказчик. И видеть сам процесс работы программного обеспечения. Ну и баг, по-простому, это ошибка. Это какое-то нестандартное поведение системы, неожиданный, какой-то неожиданный результат системы, который система выдает. Неправильный результат. Вот можно, вот примерно своими словами, я вот смотрю, вижу, что баг это ошибка, и тут же своими словами пытаюсь дописать. Понятное дело, я уже давно во всем ворюсь, я знаю, вам просто объясняю, что вот так нужно было отвечать. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.